Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, раскидайте видео по своим соцсетям, это особенное видео, нужно будет. Сегодня, наконец-то, мы получили хоть какие-то разъяснения, в дополнение тем, которые уже печатал Инна Загребина, наши христианские адвокаты Сергея Чугунов. Сегодня мы поместим у себя на канале, разместим это разъяснение от Владимира Васильевича Риховского, адвоката, члена Совета Президента по правам человека. Вот, кстати, он недавно, многие не знают, когда мы увидели эти видео, как кто-то там, Пригожин, некто ездит по зонам и собирает зэков на войну, он подписал письмо, где задают вопрос администрации президента и туда, на каком основании заключенных по тяжелым статьям, убийц, насильников, педофилов, грабителей, там, с очень тяжкими преступлениями, их освобождают из колонии и отправляют вот туда, в зону боевых действий. Очень смелый поступок, уже не первый поступок, и по поводу спецоперации он подписывал письмо. Ну, они сегодня сделали разъяснение насчет альтернативной гражданской службы. Вы знаете, я сам с 90-х годов участвовал во многих судебных процессах, я защищал наших ребят, моя позиция еще в 90-х годах была, когда только, когда еще даже не было закона, но в Конституции эта статья была прописана. И я всегда говорил ребятам, кто хочет идти служить, ну, идите служите, кто нет, то будем отстаивать ваше право, право дарованное и гарантированное нам Конституцией Российской Федерации. Вот, и защищал разных. Кто-то помнит, кто-то нет, есть неблагодарные такие, знаете, которые все забыли, как написано в книге притчи, и рот вытерли, и как проститутка пошли дальше, а что ты мне сделал, помог. Но, тем не менее, я был в судах, и я знаю адвоката много помогать. Вот, право есть, оно гарантировано в Конституции, но подзаконных актов и каких-то там законов нету. Вот, но это не вина человека, который может попросить эту альтернативную службу. Вы прочитаете рекомендации Владимира Васильевича, и как писать заявление. Вот, своевременный документ. Они молодцы, слушайте, я бываю в Славянском правовом, я, это мой личный адвокат, который вот уже долгие-долгие годы защищает нашу церковь и защищает. У меня личный документ на мою, так сказать, со мной заключен, наверное, один из пасторов, кто имеет такой документ. Вот, не об этом сейчас разговор, а разговор о том, что вы можете прочитать сегодня у нас на сайте тоже, в нашем телеграм-канале, подписывайтесь на «Взгляд с небес» на телеграм-канал, в чатах можете оставлять свои комментарии тоже там или здесь под видео. Вот, это право гарантировано нам Конституцией, и это обязанность, ну, или ответственность государства принять эти акты подзаконные или законы, которые разъясняют порядок вот в период мобилизации, как мы можем воспользоваться своим законным правом на, или кто-то, кто нуждается, нам, я говорю, ну, граждане России, вот, правом на альтернативную гражданскую службу, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации. Вот, мы будем информировать еще, выставлять все, что юристы сейчас сообщают, они работают очень много, потому что, ну, скажем прямо, ситуация неординарная, ситуация, которая вот сейчас сложилась в нашей стране, непростая, очень непростая. И я понимаю, те волнения, те переживания, мне самому пишут, говорят, а что делать, а как вести себя, а являться, не являться. Юристы говорят, что, это юристы говорят, что неявка военкомат, вот, многих запугали, слышали звон, не знаю, где он, это только, там, 10 лет тюрьмы, сразу прям, вот. И юристы говорят, что это всего лишь административное наказание, пока не внесено никаких изменений, там, от двух до трех тысяч, вот. Но если вы уже явились в военкомат, прошли медкомиссию, был приказ, тогда наступает уже уголовная ответственность, вот. Поэтому думайте, родители прежде всего, те, кто подлежит мобилизации, думайте, смотрите, вот. Да, у нас есть наш долг перед Родиной, как, мы понимаем, что, и никто не спорит, мы должны защищать свою Родину, но задайте себе вопрос, а кто напал на нас? Кто напал на нашу Родину? От кого нам ее защищать? Подумайте. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесной». Подпишитесь. И если вы хотите также поддержать мою работу, наш труд, нашей команды, мы много, много-много делаем сегодня. И в информационном поле нас знают, нас слушают, нас смотрят. И не только прихожане церквей, которым все больше запрещают это делать, конечно. Но и главы этих союзов, у них все наши видео просматриваются. И не только у глав союзов, но нам сказали, и ВАП нас смотрят. Но мы ничего плохого не делаем, мы информируем, мы говорим. И я думаю, что все это Бог видит и отмечает. Поэтому есть желание молитвенно поддержать? Поддержите, молитесь, пожалуйста, благословляйте. Хотите финансово поддержать? Пожалуйста, поддержите нас, за все будем благодарны. И храните себя, храните своих близких, храните своих родных. Благослови вас, Господь.